Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Baldur's Gate, ну и что ж, я посмотрел, куда еще мы можем с вами изобрести, и вроде как первый акт практически закончен. У нас осталась буквально пара мелких дел, и все. Ну, так, чтобы вот мы могли сказать, что больше здесь делать особо нечего. Поэтому давайте этим займемся. Ну, помните, огненный элементаль вот там бродил, в общем-то, вызывал какие-то подозрения, сомнения и так далее. Я бы, наверное, хотел все-таки с ним расправиться. Ну, или хотя бы попытаться это сделать, потому что не факт, что мы сможем легко его прибить, но хотя бы попытаться это сделать, наверное, стоит. Иначе как-то сдаться, не попытавшись, ну, совсем нет, не по-геройски. Где наши остальные? На тему сдаться, не попытавшись, да, они решили не перепрыгивать. Так, старин. Ну, вот эти моменты, конечно, немножко раздражают. Так, ладно, вы двое вместе, давайте прыгать. Вы затянули. О, есть, есть, схватились-таки за этот шанс. А, было бы здорово, если был какой-то легкий способ этого элементали прибить. Ну, то есть, не знаю, чтобы был он уязвим, например, к воде. И мы такие, вот тебе сверху сейчас Shadow Heart создаст воду своим контрипом, и он бы просто превратился в магму и сдох. Но подозреваю, что так просто не получится. Болеон шестого уровня, это вроде как... А, нет, это наш уровень. Надо же, я что-то совсем не заметил, как мы с вами получили шестой уровень. Так, что ж. Эть. Не. Как бы нам привлечь его внимание. А, вот так мы можем привлечь его внимание. Ага. И мы, кажется, смогли привлечь его внимание, да? Временная враждебность. Что ж, давайте посмотрим, что с ним происходит. Возмущение магмы. Устойчивость к огню и устойчивость к колющему урону. Ну, к холоду у него устойчивости нет. Другое дело, что... Ммм... Другое дело, что ледяная стрела у нас есть. Давайте попробуем. Посмотрим, что это даст. Оп. У-у-у. У нас льдом гораздо лучше в итоге урон прошел, чем... Чем фактически от этого... От самого выстрела. А у Гейла ничего нет. Ну, то есть у него есть всякие фокусы. Беда в том, что в основном мы с вами использовали магический фокус. А ледяной луч... 18 метров. Ну, может мы дать... Да, ледяным лучом мы дотянемся. Просто, может быть, мы тогда сможем его обстреливать и отходить. Потому что... О, как хорошо. О, как хорошо. Я сначала расстроился, что мы с вами ничего такого не подготовили. А сейчас понимаю, что... Да не, нормально вполне. Так Shadow Heart прячется. Хотя надо было из арбалета выстрелить. И наш персонаж тоже отходит. Давайте посмотрим, что он на это сделает. Ага. А он ничего и не может сделать. Он сныкался. Не совсем. Ну, то есть мы с вами можем ему просто вот так выносить мозг. Самым простым способом. Я не откажу. В общем-то даже Астариан, наверное, потратит еще одну ледяную стрелу. Перекрыт. Э-э-э. Ну-ка, а если ты подойдешь, Катан? Ты можешь вот так вот. Там он будет перекрыт. Но с краю мне остановиться что-то не хочется. Потому что если мы остановимся с краю, то это практически прямой призыв. Типа, чувак, а давай-ка ты в нас постреляешь. Ну, лучше, наверное, быть чуть медленнее, чем... А-а-а, он поскользнулся. Ух ты. И он там лаву создает. Окей, братан. У тебя как дела? Потому что твой контрип прекраснейшим образом работает. Мне кажется, нам больше даже ничего и не надо делать. Ну, если мы не будем с вами критически мазать, то мы только что умело продемонстрировали. Можно остальных подводить, тоже стрелять, но смысла в этом нет. Они никакого, наверное, толкового урона не нанесут. И это будет просто трата времени. Я ленивый, поэтому лучше мы с вами будем... Эффект МС-4. Он подлечился на 74. А что за магматическая регенерация? Когда начинается выход в лаве. Ага. Так, ну, кажется... Кажется, это не есть хорошо. То есть все, что мы ему сняли, оно у него и вернулось. Давайте попробуем еще ход закончить. Просто как мы можем его куда-нибудь переместить? Или нам придется тогда накапливать достаточно сил? Ух ты, 30. Офигеть. Чтобы в итоге его прибить. Да, он... Он создает вокруг себя лаву. Юзет рывок. О, он наконец-то сдвинулся. Лед тронулся, госпожа... Господа присяжные заседатели. Вопрос только... Он может. Ой. То есть мы, вроде как, конечно, из безопасной позиции его расстреливаем, но покуда он стоит в магме, нам мало что светит. То есть я сомневаюсь, что мы с вами можем, даже собрав все наши силы, зафигачить его на 120 хп за один ход. А я так позову, что он не будет достаточно добр, чтобы из магмы выйти. Или как? Ну, как минимум... Блин, вот бы его к нам телепортировать как-нибудь. Это нам бы сильно помогло. Чувак, в лаву не заходи, пожалуйста. А, просто прыгать вниз мне не хочется. Но, кажется, именно этим нам с вами и придется заняться. Потому что при прочих равных он иначе из магмы просто-напросто не выйдет. Так, окей. Но тогда давайте бежим из... А, так просто нам из боя не сбежать. Ну, я не знаю, вот куда-нибудь сюда пройдем. О! Ой, 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 ой. Да, конечно. Ладно. Я сейчас загружусь, и мы посмотрим, что с этим можно сделать. Ну, слушайте. В целом, мы можем вот сюда спрыгнуть. Оп. И вот на этом островке, например, мы будем в относительной безопасности. Но главное, что в случае что мы можем с вами отсюда выбраться. Стой, ты! Ну, да. Ну, да. Давайте все в лаву заберемся. Это хорошая идея. Правда. А, нет. Смотрите. Все прошли. Внезапно. Теперь давайте все резко в групповую невидимость войдут. И, может быть, мы его даже из этой лавы сможем выманить. при таких-то раскладах. У нас есть первый товарищ теперь. Ты, дружочек, пирожочек. Как насчет холодной стрелы ему в лицо? Жук. Ух ты. Хорошо. Зашло. Окей. А соблазн? У тебя нет никаких стрел. Стрела множества целей и гремящего грома. Вряд ли нам это сильно поможет, но в общем-то, мне бы хотелось его за один ход тогда как-то это разложить. И шедухард. Лучик. О. Ну, давайте на максимальном круге попробуем и посмотрим, что это нам даст на парад. только как-нибудь мне бы хотелось, чтобы она не стояла в радиусе поражения вот этих вот взрывающихся кусочков магмы. Ага. Тимнация. Как-то не очень. Просто сейчас, мне кажется, мы с вами выясним, что нам чуть-чуть не хватило урона. Нам хватило урона. Обалденно. Вопрос, как мы теперь это полутаем. Но тут, наверное, мы можем заюзать в магическую руку. Да, и магическая рука такая. У него ничего нет, что ли? Да, у товарища ничего не обнаруживается, к сожалению. Ну, ладно. Но зато, по факту, мы его прибили. И прибили довольно-таки просто. Я чуть не ожидал, что там будет. А кто-нибудь еще здесь есть? Здесь больше ничего и никого. Вот тут. Но это, кажется, место разлом. Ну-ка, по карте, если посмотреть. Мне кажется, там прохода никуда нет. То есть, это уже такое типа мягкий намек на то, что там невидимая стена. Тогда давайте, наверное, вернемся с вами в изумрудную рощу. Меня все еще немножко напрягает, что там нет вейпоинта, и у меня ощущение, что я его просто-напросто не нашел. Но на 62-63 эпизоде это было бы нелепо. Здесь я вспомнил, потом здесь же было место, где мы могли детей спасти от гарпи. И я про нее напротив забыл, а потом, когда стал вспоминать, чего еще в первом акте, но просто сейчас отправляться мы можем, конечно. Но, наверное, интереснее будет здесь закончить наши все дела, плюс здесь есть торговец, который с удовольствием у нас скупит всю шляпу, которую мы понаходили. Ну, наверное. Да? Давай поторгуем, друг. А есть у тебя зелья? У нее есть. Ага! Мы можем перехватывать дистанционные снаряды. Я бы, кстати, наверное, заплатил и максимум одного союзника. Заплатил за какие-нибудь свитки заклинаний, потому что никогда не знаешь, когда они пригодятся. И стрелы. Ну, окей, мы с вами потратили какой-то запас стрел, а зелья лечения у тебя нет? О! И девяточек зелья лечения. Вот. Я так думаю, что формы нам уже не нужны, ровно как и вот эти маски. А кто у нас? Ну, и вот эту штуку мы можем смело продать. Краска. Я не знаю, я косметическими эффектами предметов как-то вот не увлекаюсь совсем. Но зато мы можем тут ему скинуть всякие униксы. и у нас что-то совсем ничего нет. Мы, видимо, в прошлом эпизоде умудрились все ненужное слить. Смотрите-ка, сколько токсиновиверны. Это вот нам дали, чтобы мы себя могли, если что, прибить. Так, вот это нам не нужно, вот это не нужно. Да я-то подозреваю, что... Не, срочную бумагу мы оставим. Может быть, по квесту нам придется ее предъявить в какой-то момент. Обычный яд? Ну, я даже не знаю. Как-то я не испытываю к нему особых каких-то теплых чувств. Давайте вот так, наверное, торганем. А, тут еще, кстати, есть вот эти всякие камни. Блин, жемчужина точно в каких-то моментах может использоваться как реагент для заклинаний, но это все используется на настолько высоких уровнях, что, наверное, сейчас даже нам не стоит об этом особо задумываться. Маски из адского металла. Непонятно нафига, но я думаю, вот это мы можем уже оставить позади. Так, о, нормас. И у кого-нибудь еще что-нибудь есть? Ну, в основном мы весь хлам продали. Тут немножко у Гейла откуда-то накопилось. У него, кстати, есть несколько посохов. Чувак запасливый. ну, спасибо тебе, друг, торговец. А теперь нам стоит с вами найти то место, где были горгульи. Ой, странный волк. Единственный, кто тут остался. Давайте поговорим. Мы, наконец, с вами разговариваем с животными. А? А ты ко мне обращаешься? К простому волу? Как странно. что-то с этим волом не то. что именно? Пожалуйста, наставление. Уф, серьезно. Хекс. второй раз мы можем это сделать? Му. Он просто говорит нам. Нет, мы с вами зафейлили проверку и ничего мы не узнаем. Ладно. Так, где-то, где-то, где-то был проход. пароход. Вот. Но был куда проще проход вот здесь, кажется. Да, мы полностью это место проигнорировали. А, кстати, здесь нет еще торговцев. То есть, я помню, что друиды тут что-то мутили. у торговца же будет какой-то символ мешочка, правильно? То есть, мы в случае что не пропустим этот момент. Но, в основном, мне хочется затарить зелье исцеления. Мм. Медвед. А, медвед торожит, видимо, вот, платформу. Мы будем хорошими гостями и ничего не будем тырить. Ну, потому что это как бы базовый минимум того, как быть хорошим гостем. Потому что если ты даже это не можешь сделать, то в целом ты, наверное, плохой гость. А осталось ли здесь попа? А. Духарт прошла испытание от испуга, но нет, торговать с нами никто не хочет. Ладно, но тогда мы с вами отправимся давайте на это побережье, потому что там мы спасали детей от горгуль. И, в общем-то, думаю, что стоит нам это дело разведать. Они там довольно-таки низкого уровня, поэтому бояться нам особо нечего. То есть, это будет скорее типа, о, смотрите-ка, мы вот это целиком полностью пропустили, но вот теперь мы пришли и хотим все исправить. А вот здесь есть какое-то довольно-таки приятное место для медитации, я так выгляжу. Оп. Ну, и, к счастью, команда за нами следует довольно-таки верноста. Фольклорные песни Фейруна и золоченый сундук за мэкан. Вот так вот. Запер. Но он, фракция, негостеприимно заперт, поэтому давайте-ка попробуем. Я еще наставление добавлю. В общем, шанс на провал был только на единице у нас. Но всякое в жизни не бывает. Ух ты! Водушевленный вашим бардовским вдохновением союзник также восстанавливает 1,6 очков здоровья. В тот случае, когда я не стал брать бардов с того, что слишком много им играл и постоянно нахожу что-нибудь для бардов. А ты кто такой? Я тебя не помню. Но это повод поговорить, наверное. Наконец-то наши гости ушли. Я думал, этот день никогда не настанет. В целом, я его отчасти понимал, конечно. Потому что гости были те еще в гости. Но у нас здесь есть... Опа! А мы можем вот здесь так тын-дын-дын-дын-дын пропрыгать и, видимо, туда забраться, если нам так не терпится. Но я что-то здесь ничего полезного не вижу. Поэтому пошли кому вот сюда. Уединенная бухта. Ну и мы даже получили какой-то экспоза исследования. Давайте вот здесь залезем. Пока не поздно. А вот они гарпии. Третий уровень всего лишь 3-4. Ладно, Астариан, что если ты попробуешь спрятаться в тенях, хотя тени здесь особо нет, и в кого-нибудь из них стрельнуть. Ага. У нас помеха. тогда мы просто залезем наверх и займем тип такую плюс-минус выгодную позицию. Хотя... Оп! Во! Или вот так. А вот. И мы ее хп уже ополовинили. Правда, сейчас гарпии все будут ходить. Но у них я так полагаю уйдет много времени, чтобы подлететь. Даже гарпии третьего уровня попадают по гейлу. Какое свинство, а? И по остарену. Нет, по остарену не попадают, но при этом она еще отлетает, потому что у нее в руках лук. О, тут мир коп. Ай-яй-яй. А, ну, Shadow Hard новая бронь мифриловая. Это они слегка не рассчитали силенки. И ты что делаешь? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кто-то был плохой гарпий. Мне очень нравится вот эта штука у Shadow Hard. беда в том, что она на слишком высоком круге, и мы постоянно спамить это не можем. Ну, давайте посмотрим, что сделает наш персонаж. Ну-ка, а сбить мы ее можем? О, прошлое испытание. Хорошо, а по башке? Вот, дезориентация. Не знаю, насколько нам это нужно было здесь. А, братан, а это первый круг. Причем очень мощная фигня, так-то. Ну, то есть, конечно, там постоянные проверки концентрации, но при прочих равных очень даже неплохая штука. И... О, огненный снаряд. Блин. С одной стороны там была помеха, а с другой стороны здесь один удар всего лишь. И брат Астариан. Ну, давай ты попробуешь вот эту вот гарпию добить уже. Тип, отлично. И возьми в руки ножи, и вот к этой гарпии мы подойдем, чтобы она уже не была такой маневренной. Ага. Смотрите-ка, она решила... Ну, концентрацию мы сохранили. Здесь у Астарина некая дуэль начинается. Но, к счастью, они не тратят все силы, чтобы сбить нашу концентрацию. Да. Ай, нет. Одного таки заманили паренька. допустим. Ага. Вот и все. Вот и вся твоя манящая песня. Эм... Эм... На... Ай. Ну, да, мы магом в ближнем бою машем и на что-то надеемся. Так, ну и Астарин, я так думаю, вот он должен вообще один на один. Да, прямо-то спиять. Так, ой, ой-ой-ой, за что гейл-ой. Ага. Снова манящая песня. Так. Ага. У нас опять все хорошо, но гейл не может противиться. Хорошо, давайте попробуем не избить концентрацию. Эй, вот. Нет, не смогли. Ага, пусть а он типа против нас теперь? Ой-ой-ой-ой-ой, Астарин даже приманился. Что-то я не помню, чтобы они были такими злобными и мощными. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Да, для врагов третьего уровня. Так. Что, кто тут? Ты практически сдохла. А гейл в порядке наконец-то. Тогда давайте вот эту добьем вот так. Да что ж такое-то? Опять оставили один хп. Как-то вообще это все некультурно. Ну, на тогда тебе чуть-чуть исцеляющего слова. Так, теперь темный соблазн пребивает вот эту. Раз. Темный соблазн бьет вот эту. Два. К сожалению, испытание концентрации она проходит, но ничто не мешает нам. Блин. Ну, ладно. Я думаю, что мы сейчас ее должны все-таки сбить. Да нет. Мы не сбили концентрацию. Офигеть. Хорошо, а если мы ее просто толкнем, например? Нет. Тоже это не вызовет. О, хорошо. Так, давайте вот эту добьем раз. Руруку, кстати, можно было не атаковать. Она так как то, что, где, пропали, как так. Да, враги как-то очень странно реагируют на вот эту историю. Ой, промах эфейское сияние затронули. Ну, что, чувак, показывай, как это мегамаг. Вот, как это мегамаг. Молодец. Правда, народ подустал. Вот. Немножко подустали. Но, зато, мы теперь можем тут свободно осмотреться. Правда, у гарпий ничего не оказывается, кроме одной черепушки. Но, есть вот этот вот тифлингский мальчик, которого при отъезде, судя по всему, никто особо не спохватился, либо тут, в принципе, такая ситуация, что народу особо не до этого. Хорошо, давайте поговорим. Трупу нечего сказать. Какая у нас броня клевая. А, 15 золотых, но никто не видит этого. Ну и плюс, если они тут просто с ним вместе сгниют, сомневаюсь, что это будет лучшее использование этого золота. так. Деревянный сундук. Еще немножко денег. Ну, нам дают неплохо экспы за то, что мы тут исследуем. Вот это, кстати, приятно, потому что в некоторых играх исследование особо никак не награждается, и, ну, соответственно, у тебя меньше мотивации это делать. Но, вот здесь, опять же, у нас, опа, гнездо гарпий. Ага, то есть, все-таки награда нам какая-то будет в итоге. Если только сейчас не прилетят еще гарпи. Прости меня. Давайте прочтем. Мириам, прости меня за долгое молчание. Слишком много новостей. Вначале о хорошем. Двухпалая Мэгги больше тебя не потревожит. Не отплатил ей сполна. Мне очень жаль, что ей вообще стало известно твое имя. А теперь новости похуже. Любовь моя, я не вернусь домой. По крайней мере не вернусь скоро. Я получил деньги от группы наемников. Возможно будет лучше сохранить тайне от какой именно. И взамен согласился выполнить пару заданий в долине ледяного ветра. Они заплатили мне авансом, потому что им нужен колдун, им нужен я. Я согласился на сделку с Камбианом. Не буду утверждать, что у меня не было выбора, поскольку это было бы неправдой. Но я не жалею. Я чувствую, что переродился. Впервые в жизни я ощущаю силу. Я ни на что не жалуюсь, если не считать ночных пробуждений от запаха серы. Ему нравится наносить нежданные визиты, чтобы узнать, как дела. Я пойму, если ты не захочешь отвечать на это письмо. И если ты не захочешь, чтобы я вообще возвращался, я тоже пойму. Я люблю тебя, Мириан. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Со мной или без меня. Так. Опа. До сих пор мы следовали указаниям Мушариба. Но что-то здесь не так. По дороге мы не встретили ни одной живой души. Только странный шум доносился со всех сторон. Сон бежит нас. Сон бежит нас. Что? Сон бежит нас. Ладно. И грязь на наших сапогах спеклась в толстую корку. Надеюсь, мы найдем дальше пропущено. Утром опять выпали волосы. Я знал, что возвращение будет стоить дорого, но не ожидал такого чудовищного снова пропуска. Я слышу его смех и стоны амуанцев тянутся, как бесконечная песня. Чему нам такие мучения? Он говорит сквозь стены, пол, потолок, неужели он и есть склеп, неужели он пропущен? На последней странице, на которой еще можно разобрать хоть какие-то слова, грубо нацарапанно углем, лицо бородатого дьявола, его рот распялен в бесшумном крике. А что в гнезде? О, цветные брызги и сумка с припасами очередная. Я уже не знаю, куда на самом деле от них деваться. Ну и кажется, на этом довольно-таки мы с вами все, что можно, сделали. Я вот единственное, что думаю. Давайте вернемся и попробуем кем-нибудь другим опознать этого магического вала. Оп. Потому что это, по-моему, единственное, что мы так толком пропустили. Ага. Ну да, остальное вроде как мы все-все-все закрыли. Но и бегать, теперь перепроверять каждый уголок мне в любом случае лень. Ай, темный соблазн. Молодец, никуда не идет. Решил там остаться по классике. Ну вот, вот эти моменты, когда приходится микроменеджить передвижение группы, немножко они меня, конечно, печалят. Ну-ка, вы идете? Они не идут. Вот просто они такие, хоп, и типа, а мы не пойдем. Почему? Что такое? Что им не нравится? Видимо, пофтпайнинг сломался, они пытаются пройти вот там, когда надо проходить вот здесь. Хорошо, шадоу-харт давай. Оп. так вы теперь двое, ну вот, вот это. Но от этого никуда не денешься, если ландшафт чуть сложный, и подозреваю, что не так-то просто с этим справиться на уровне алгоритмов, возможно. Но этого я знать не могу. кто у нас? А, у нас, кстати, Гейл же в магии силен. Может быть, тогда он попробует, ну, если, опять же, нам дадут этот шанс. Но пока что игра с нами была в этом плане довольно-таки щедра. То есть, я не могу сказать, что нас прям много где ограничивали на тему того, что если у тебя что-то не получилось, то все, хана и так далее. Но то есть, можно было бы и смириться, но попробовать стоит. Опа. Так, простодорожный сундук. Ага, он закрыт, и теперь его никто не охраняет. Давайте хотя бы попрактикуем со вскрывания замков. О, чуть-чуть, вообще, на краюшке, прям. Четыре золотых. Не сказать, чтобы это было мега сокровище, но зато Астарин не забудет, как вообще это все делать. Что ж, давайте посмотрим. Магия. Это от вида этого волатиме не по себе. Давайте поймем. И плюс еще вот здесь бонус. Вот. Теперь шансы на провал минимальные. 20 хоть и не крит. Вот что-то неладно. Неладно, это создание явно не то, чем кажется. Моу. Моу. Теперь у нас есть разговор с животными. Ну-ка. Нет, то есть надо, получается, Гейл, поскольку он это смог расследовать, как «Гейл» Liberoano что мы с вами еще и отдохнем момент что а все нажите нам уже расследовали что он не то чем кажется или надо было сразу уметь разговаривать ладно shadow hard так и быть я я сейчас потрачу все эти зелья но нам нужно по большому счету всего лишь одно на одно зелье на долгий привал но если народ конечно не будет терять сознание я надеюсь что народ не будет терять сознание помирать так давайте попробуем вот так нет все равно нет ладно окей я сдаюсь хорошо вопрос как мы пойдем дальше у нас вот здесь есть пройти через горный перевал а здесь есть пройти через подземья ну то есть выбор либо перевал либо подземья мне куда интереснее через перевал все-таки сходить потому что даже ну в раннем доступе когда нам рассказывали какие опции я хотел пойти именно туда нас туда не пустили но давайте вернемся в лагерь и ну чтобы в следующем эпизоде уже сразу начать с того что мы отправимся в путь о лагерь вернулся на свое стандартное место давайте-ка хорошенько поспим у нас дофига припасов по я старин что ты хочешь сказать сегодня я не прочь смотришь на что-то интересно да так а ты что делаешь вот тоже смотрю да только без толку еще одно причудо моего недуга невеликая плата за вампирскую силу для тебя может быть что для меня это еще одно что отнял кассадор это свое лицо даже не рожен не видел с тех самых пор как у меня отросли клыки глаза покраснели а какого цвета они были раньше а я я не знаю не могу вспомнить мое лицо всего лишь еще одна неясная тень из прошлого еще одно чего я лишился власть пристально глядим на него стараясь не упустить ни единой черты лица что я буду твоим зеркалом что тебя интересует интересует что видят те кто на меня смотрит что видишь ты макиси сильный пронзительный взгляд продолжаем твою опасную улыбку очень хорошо теперь скажи что я прекрасен и день будет прожить не зря это все что тебе нужно банальная лесть не только еще золото секс вместе у меня знаешь ли не маленький аппетит и раз ничего другого нет готов довольствоваться и банальной лестью а вот оно что что ж народ периодически пытается друг друга поубивать по сне надеюсь в этот раз этого не будет автовыбор давайте спать товарищи я так думаю что вот эти рюкзаки весят меньше в итоге чем по отдельности все ну заодно посмотрим как эта ночь про о о и да есть хочу у меня есть еда хочешь хочу пусть валяй кушать и до кушать еще вот такой прелестный у тебя питомец нет бежать ну что же ты спугнулся пленочка я надеюсь он еще вернется но не для того чтобы сожрать нас в ночи во все отдохнули и издают какой-то прям вот прямо тут он устало довольный звук пришел а вола давайте нам все-таки продаж зелье исцеления новых не появилась но кстати всякие свитки ударов молнии тоже показали себя прекрасно и у ледяная буря ну то есть вот что-то такое стоит стоит скупать потому что мне кажется мы это сможем 8 до 8 мы это сможем применить гораздо лучше чем ну простые атаки временами когда нам надо будет с вами конкретно во врагов зафигачить урона ну и плюс она ничего не весит а денег у нас пока что есть единственное что мы с вами ходим в трусах шэдоу хард но это так маленький фетиш а на этом у меня пожалуй все спасибо до хармсу миша лебедю юджину ульну савелью из бенгзу за то что продолжают поддерживать канал в следующий раз оставим все-таки жентарима в покое я так подумал что ну черт бы с ними может быть они в следующем акте как нам еще встретиться поскольку они собираются тоже сваливать и никогда не знаешь кто тебе в итоге на пути поможет вот на этом все удачи счастливо пока пока до встречи в следующем эпизоде